друзья сегодня по запросу моей подружки из непропетровской леночки рецепт как я готовлю то есть это даже не рецепт как я готовлю запеканку творожную смотрите я купила 600 грамм творог в магазине по 69 гривен у нас продаются творог не домашний из вот этого творога очень вкусная должна получиться запеканка творог видите он не сухой так как домашний а такой немножко вот влажного ты видите как хорошо я его вилочкой буквально встряхиваю вот так вот значит сюда добавляю леночка тип для тебя это не могу сказать что это рецепт потому что как я готовлю просто щепотку соли добавляю добавляю на 600 грамм творога 2 яйца добавляю у меня сметана пятнадцатипроцентная добавляю так вот на глаз ну грамм наверное где-то 80 а то есть стоп вот так вот значит добавляю сюда сейчас сахара обычно сахар и боже падает слышите как с ней сигнал тревоги какой у нас ложек четыре так четыре и потом попробую еще такие хорошие душа возможно придется еще добавить это будет зависит от кислоты и вот этой самого творога бывает творог не очень кислая бывает уже такой с кислинга то есть это такое дело и масло такая получается немножко даже жидковатое вот я сейчас еще добавлю все-таки немножко сметаны сметаны какая у меня есть на то есть сметана где-то даже грамм сто пятьдесят получится масса должна быть слегонца вот такая вот жидковатая со сметаной лучше всего получается можно добавить немножко молока со сметаной получается вкуснее мне к примеру молока нужно не переборщить видите какая масса вот такая так она сейчас я попробую на сахар вот я не хочу чтобы запеканка была очень сладкая все же добавлю еще одну ложку сахара прошлый раз у меня было меньше буквально недавно я готовила было меньше творога и я 4 ложки добавлю так она теперь что у меня получается пробую вот это нормально теперь добавляю манки тоже 4 ложки внутри в 2 3 4 сейчас посмотрю что получится так ванильный сахар кстати целый пачку надо добавлять на это количество добавляю это сразу посмотрите яночка видишь манки можно еще вот и прошлый раз я тоже добавляла надо смотреть на что чем мы больше выше сметаны положите это ложите положите покладете господи вот и россияне сейчас начнут у меня нервы делать вот так вот так и 7 ложку положу положу покладу господи вообще друзья мои я птичка которая поют на своей ветке я живу в украине как хочу таки разговаривать и не делайте мне нервы не ходите и не третит не трясите мою ветку вы меня поняли я живу на своем дереве как хочу свой анекдот так и рассказываю ну а целый такой здесь получилось она сейчас я хочу добавить еще одну столовую ложку муки буквально одну столовую ложку возьму я вот так вот одну столовую ложку муки добавлю так и разрыхлитель разрыхлитель у меня домашнего приготовления так сделай как столовых ложки можно еще изюм добавить сюда но я этого делать не буду пускай этот вкусный сыр не перед без ничего так вот смотрите вот такая вот что можно даже уже как будто бы взять в руки и даже слепить понимаешь и так вот лишь какая консистенция получилась и вот сейчас и на полчасика даю значит манки набухнуть вот где-то так результате получилось 7 ложек я добавила манки вот и одну столовую ложку муки 1 разрыхлителя по вкусу все идеально 5 столовых ложек сахара и вот так вот пускай постоит с полчасика чтобы манка набухла прошло минут 40 смотри леночка подружками посмотри немножко так как спушилась даже тесто до этот сырник такой аж как будто бы разговаривает так то есть манка набухла я буду готовить вот такой форме силиконовой видите из-за чего я не люблю эти силиконовые формы только из-за того что они вот такие вот загрязни как будто бы ей не 100 лет готовы а она в принципе молодая еще но качество хорошее видите она стоит у так то есть я буду в форме кекса делать я думаю мне достаточно будет назначиться так наливаю немножечко растительного масла хорошенько так и наливаю хорошо яшни этот не блогер миллионник понимаете шипом а там это формочки каждый день новые показывать рассказывать и все такое прочее мне персонала я и моя собака микки в разработке над этим каналом посыпать вот эту формочку можно как сухарями так и манкой можно а можно 50 на 50 пути на тогда так такие хрустящие получаются бочка мне нравится так 50 на 50 сейчас делаю так ведь все стороны потрусила и теперь перекладываю запеканку немножко для красоты посыплю цукатами немножко утрамбую сукаты войдут вниз немножко потому что если цукаты оставить наверху они подгорят и все равно их никто не увидит в разрезе все возможно то есть так делаю я а вы смотрите если будет желание то повторяйте ничего сложного здесь нет вот так духовка моя разогрелась сейчас я переставляю вот этот кекс в разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут смотрите по своей духовке вот такая творожная запеканка у меня получилось сейчас мы ее разрежем возьму на работу немножко угощу девочек подружка я так думаю что ты поняла как я готовлю запеканку четкого рецепта нету почему потому что творог бывает разный видишь и по вкусу это очень вкусно конфигурация может быть любая будет кругленький вот такой как у меня кексиком можно по маленькие кексики сделать то есть конфигурация здесь вообще какая хочешь очень вкусно очень вкусно 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 все моя собачка даже прибег вот такие вот дела друзья мои приготовьте и вы и напишите комментарий а также не забудьте подписаться на мой вкусный канал пока пока